Это выставка World Food 2022. Продолжаем знакомство с участниками. С нами Кастерин Олег, компания InfraVision. Олег, здравствуйте. Расскажите, чем занимается ваша компания? Мы занимаемся построением ситуационных центров, делаем цифровых помощников для магазинов, делаем ситуационные центры для производителей. Поэтому эта выставка как раз таки для нас здесь есть и производители, и розничные сети, как раз есть с кем пообщаться о новых технологиях. Построение центров это что-то физическое или имеется в виду как бы IT-решение облачное? Это IT-решение, оно и облачное, и может располагаться в инфраструктуре заказчика. Ключевая его задача генерировать подсказки всем нашим сотрудникам о том, на что нужно обратить внимание сегодня. То есть в 8 часов утра вы приходите на работу, у вас 10 подсказок, отработать этот товар, поработать с этим поставщиком. Задача максимально убрать возможные паузы в процессах, которые возникают. Ну, к примеру, если взять магазин, это значит, что товар пришел топовый в магазин, его как можно быстрее нужно довести до полки. Система об этом подскажет, это можно проконтролировать. Какая часть вот в этой системе каких-то отечественных наших разработок и какая часть зарубежных? Насколько ваша сфера пострадала, скажем так, с уходом или вас это не коснулось? Хороший вопрос. Да, сфера безусловно пострадала, 24 февраля для всех оказалась неожиданностью. Но тем не менее мы подготовили уже полностью решение на опенсорсных платформах, то есть это отечественное решение, мы его уже запатентовали. В ближайшее время войдем в реестр отечественного ПО, поэтому да, это стало уже доступно на наших платформах. Планы еще, я понимаю, что сейчас, наверное, вот это импортозаместить, перейти, это главное, но что еще, какие ставите перед собой такие вот вещи? Главное не только импортозамещение, главное помочь ритейлерам, помочь производителям как раз-таки оптимизировать их бизнес-процессы, чтобы процессы зависели от тех событий, которые регистрируются в данных, чтобы люди максимально были окружены теми сервисами, которые позволяют им быстро принимать решения и минимально нести потери. Потому что в сегодняшней аналитической секции мы говорили о том, что все резко меняется, количество активных номенклатур падает, рынок, кроме розницы, тоже падает, поэтому, безусловно, нужно сконцентрироваться и быть эффективными вот в оставшемся ассортименте максимально с него получать прибыль. Именно для этого мы и создаем наши продукты. Ну, как я понял, если у вас все будет хорошо, то и у ритейла все будет хорошо, и в конечном счете у покупателя, поэтому удачи вам и спасибо большое. Спасибо большое.